МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. Сегодня в выпуске. Карагандинским госслужащим рассказали об искусстве правильно руководить. Чиновникам рассказали порядок конкурсного отбора на замещение вакантных должностей. Последний звонок прозвенел для 1800 выпускников карагандинских школ. Торжественные мероприятия провели на площади независимости. Шахтерская столица пестрит безграмотными рекламными вывесками и баннерами. С начала года было выявлено более 100 фактов нарушения закона о языках. Карагандинским госслужащим рассказали об искусстве правильно руководить. Действующим госслужащим шахтерской столицы подробно разъяснили порядок конкурсного отбора, требования по тестированию и право участников конкурсов на замещение вакантных административных должностей. О деятельности академии в целом, о вопросах международного сотрудничества, о программах обучения рассказал заместитель руководителя Центра академических программ Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан Асет Абжаков. Основной упор делался на разъяснение сроков и этапов поступления в данную академию. Целью визита сегодня в Карагандинскую область является информационное освещение процедуры приема на обучение в Академию государственного управления при президенте Республики Казахстан. Мы ставим своей целью донести информацию о возможности поступления, об образовательных программах, реализуемых Академией государственного управления для каждого действующего госслужащего, независимо, будь это центральные исполнительные органы или местные исполнительные органы. В этом году Академия государственного управления утвердила новые правила приема на обучение и сократила срок приема документов. Но основная задача одна – это повышение квалификации уровня госслужащих. Академия госслужбы производит подготовку кадров через докторантуру и магистратуру со сроком обучения от одного до двух лет. Один из главных критериев – знание английского языка. Поступающим выдвигают жесткие требования. Важен опыт работы не менее двух лет. На время обучения учащихся сохраняется место работы. Им выплачивают стипендию в размере оклада по месту работы без вычета налогов. Предоставляют общежития. Для них организуют стажировку за рубежом. И самое главное – появляется возможность роста на госслужбе. Набор продолжится до 27 июля. По завершении данной программы обучающиеся получают возможность дальнейшего карьерного роста и перехода на следующий уровень в соответствии с единой рамкой компетенции. Это уровень госслужащих, которые управляют другими – начальники отделов, управления и так далее. Соответственно, при наличии определенного опыта государственной службы госслужащий может сразу же поступать на программы, предполагающие третий уровень компетенций. По завершении данных программ, допустим, магистр госполитики, магистр госуправления… В мероприятии приняли участие руководители аппаратов Акимов районов, работники кадровых служб, областных госорганов и действующие госслужащие. Всем участникам встречи предоставилась возможность задать вопрос и получить исчерпывающий ответ. Академия госуправления при президенте Республики Казахстан является единственным высшим учебным заведением в Казахстане в сфере госслужбы. Академия функционирует в стране более 20 лет. За это время она выпустила несколько тысяч госслужащих. Фариза Алба, Волжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 24 мая последний звонок прозвенел для 1800 выпускников школ Караганды. На знак Алтын-Бельге претендует 44 подростка, а 46 на пути к аттестату с отличием. Напомним, по итогам прошлого года средний балл единого национального тестирования составил 83. Площадь независимости в этот день украшали множество разноцветных шаров, одетые в белые фартуки с белыми бантами выпускницы школ и элегантные выпускники. Общегородской праздник последнего звонка в Караганде проводится на день раньше, так как 25 мая выпускники соберутся на линейке в своей родной школе. Торжественное собрание с поздравительной речью и напутственными словами открыл глава города. Я уверен и убежден, что ваши самые высокие достижения еще впереди. Надеюсь, что в будущем мы услышим о вас и о ваших успехах, благодаря которым будет расти авторитет карагандинского образования. Желаю вам удачи и исполнения ваших самых смелых мечтаний. Творите, дерзайте на благо нашего суверенного Казахстана. Красочную и интересную концертную программу продолжило чествование лучших из лучших выпускников 2017 года. Победители многочисленных интеллектуальных олимпиад и турниров, творческих конкурсов и фестивалей, а также спортивных соревнований. Один из них – Аслан Олшабаев. Он выпускник школы-интерната номер 68. Претендент на знак Алтенбельга. Победитель разнообразных конкурсов и олимпиад не только городского масштаба, но и международного. Мечта Аслана – поступить в Отечественный медицинский университет и стать хирургом. А ведь, как известно, ничто так не способствует созданию будущего, как смелые мечты. Конечно же, очень сложно прощаться с учителями, со школой, в которой проучился 11 лет. Но для того, чтобы вступить в возрастную жизнь, нужно пройти этот этап. Участие в 68-й школе я получил много знаний. Я принимал участие в олимпиадах, и это, безусловно, заслуга моих учителей, заслуга выверенной политики главы нашего государства. Последний звонок для выпускников – это начало новой жизни, немного пугающей, но интересной. Если для одних – это счастливый момент, для других – грустный, говорят выпускники. Поражаю огромную благодарность школе номер 54. Она стала для меня вторым домом. Также хотел бы поблагодарить всех учителей этой школы. Школа надолго останется в нашей памяти светлым этапом жизненного пути. Ну а всем выпускникам школы этого года я желаю удачи на предстоящих экзаменах. В будущем я планирую стать архитектором. Хотелось бы внести свою лепту в градостроительство моего любимого города и прославить на весь мир своими красивыми архитектурными сооружениями не только Караганду, но и весь Казахстан. Одними из самых торжественных моментов мероприятия стало произнесение выпускниками клятвы, в которой они пообещали сохранять и развивать многовековые традиции, язык и культуру народа Казахстана, быть безгранично преданными делу служения нации и укреплять независимость государства. После чего прозвучал долгожданный последний звонок. Всего по области в этот день со школьной партой попрощались около 7 тысяч выпускников. Теперь впереди их ждут школьные экзамены и единое национальное тестирование, претерпевшие некоторые изменения. Айнур Нурмагалиева, Жаслан Махубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Рекламные специалисты продолжают искажать казахский язык. Только в Центральном торговом доме обнаружено 5 макетов, в которых присутствуют грубые ошибки или неправильный перевод. По этой причине карагандинские чиновники начали борьбу с нерадивыми владельцами рекламных текстов. На рейдовую проверку вместе с сотрудниками отдела по развитию языков вышли и наши корреспонденты. И прежде чем вешать визуальную информацию, вам нужно согласовать эскиз с нашим отделом. Отделом культуры и российской обороны. Позвоните по этому номеру и можете меня найти. Шахтерская столица пестрит безграмотными рекламными вывесками и баннерами. С начала этого года было выявлено более 100 фактов нарушения закона о языках, который гласит, что рекламные тексты должны быть на двух языках. Зачастую ошибки имеются именно на государственном языке. Исправлять их владельцы торговых точек не спешат и даже не знают о том, что вывеска у них с грубейшей ошибкой. Точно я не знаю. Они туда приходят, я им плачу и все. А кто, откуда там, я это далек от этого. А вы когда получаете уже готовый заказ, вас не смущает, что ошибка? Ну я просто сам в этом не разбираюсь, поэтому... Ошибки сплошь и рядом, в особенности в центре города, где проходил сам рейд. Вот и на вывеске этой точки без них не обошлось. Администратор ремонтного салона при нашем визите отметил, что в об ошибке ему сообщил на днях простой гражданин. Хозяин в скором времени обещал все исправить. Мы обратились в рекламную компанию, нам сделали рекламу, вывесили все. Но потом посмотрели, действительно ошибка. Позже уже заметили, сейчас к ним же опять обратились, сказали, что так и так. Ну они все сделали, сегодня-завтра придут уже переделать. По правилам рекламные билборды, расписание поездов, вывески магазинов и даже ценники на товарах должны быть написаны на двух языках. Причем текст на казахском располагается сверху или слева, на русском – снизу или справа. Весь текст должен быть написан одним шрифтом и одинаковыми по размеру буквами. Реклама должна быть на двух языках, а у нас зачастую только на русском. Если на казахском языке перевод и есть, он полон орфографических и стилистических ошибок. Наш рейд нацелен на то, чтобы исправить эту ситуацию. Хочется просто призвать и приучить предпринимателей, чтобы они перед распечаткой баннера приходили к нам за проверкой текста, чтобы избежать лишней затраты, ведь проверки мы проводим бесплатно. Члены специальной комиссии констатируют, что в их компетенцию входит контроль над средствами наглядной информации. Однако они пока не имеют рычагов воздействия на нарушителей требования по размещению реквизитов. И пока ограничиваются лишь предупреждением. Теперь же специальная комиссия хочет предложить на рассмотрение Маслехата штрафные санкции нарушителям. Как я уже говорил, никаких санкций применить нельзя именно к этим людям, которые допускают ошибки. И вот на законодательном уровне нужно менять. Мне кажется, сейчас мы в общественном совете на заседании постоянной комиссии рассмотрим, более детально углубимся в этот вопрос и в дальнейшем вынесем в общественный совет Маслехат города Караганды, чтобы приняли какое-то совместное решение. Если уже на уровне города ничего не решим, нужно будет направлять рекомендации в Можилис и менять закон. Проверки проводятся два раза в год. Рейд продлится до конца октября. Стоит отметить, что в этом году число рекламных ошибок на баннерах уменьшилось вдвое. Но это все еще больше ста. Казахстан – территория мира и согласия. Так называлась областная научно-практическая конференция, которую провели в Карагандинском доме дружбы. Преподаватели и студенты всех вузов собрались в миссии для того, чтобы определить главные ценности национальной идеи Мангалекиэль. Многонациональность Казахстана создавалась искусственно на протяжении более ста лет. Об этом говорили историки на пленарном заседании областной научно-практической конференции. Исторические корни многонациональности уходят в Столыпинские реформы конца 19 века. Но сегодня в многонациональности сила и большой потенциал страны, заявляют участники конференции. Кандидат исторических наук Светлана Елеуханова является специалистом по политическим репрессиям. В Казахстане. По ее словам, на сегодня нет точного количества людей, приехавших в Казахстан. А вот если мы посмотрим, как изменился состав, то здесь мы можем сказать, что, например, прибыло на территорию Казахстана по разным причинам. Ну, например, это, в частности, эвакуированные в годы войны. Мы тоже должны брать эту цифру. Не только репрессированные, депортированные. Это и освоение целины. Это самые различные экономические стройки. То есть приблизительно 3,5 миллиона человек самых разных национальностей, они прибыли действительно на территорию Казахстана. Основным документом, который обсуждался на конференции, стала национальная идея Менгелик-Ель. В секциях обсуждали такие темы, как воспитание казахстанского патриотизма и укрепление межэтнического согласия, а также Ассамблея народа Казахстана, как уникальный институт единства и согласия. В работе конференции приняли участие преподаватели и студенты вузов Карагандинской области. Причем доклады делали не только коренные жители, но и иностранные студенты, как, например, индийские студенты медицинской академии. Андрей Тензек, Слук-Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Торжественные проводы в Астану провели в войсковой части 54-51. 280 военнослужащих были командированы в столицу из Караганды для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности в период проведения международной выставки Экспо-2017. Военнослужащих проводили под звуки военного марша. Ровные ряды стройных солдат и офицеров выстроились на плацу войсковой части 54-51. Именно им выпала честь принять участие в обеспечении общественного порядка и безопасности в период проведения в Астане международной выставки Экспо-2017. Всего от регионального командования Орталы командировано более 700 военнослужащих из Караганды, Тимиртау и Кокшитау. Батальон национальной гвардии 54-51 отправляет в столицу около 300 человек. Для того, чтобы определить состав, ввелся жесткий отбор. Выбирали самых добросовестных и ответственных солдат. «Военнослужащие с ростом службы – это призыв, который 2-2016, который полгода служили, потому что буквально на следующий месяц уже те военнослужащие, которые отслужили год, они будут увольняться. Поэтому основной состав – это те, которые полгода служили. Ну, военнослужащие по контракту – это начальники войсковых нарядов, от специалистов, водителей, кинологов, подразделения «Беркут», которые будут выполнять задачи по обеспечению безопасности личности граждан, посетителей международной выставки». Подготовка шла на протяжении целого года. Военнослужащие проходили практические занятия, изучали английский язык, а также ежедневно тренировались. На сегодняшний день определены маршруты и задачи каждого. И вот уже со следующей недели солдаты приступят к выполнению задачи. В их обязанности входит обеспечивать безопасность гостей выставки, а также охранять общественный порядок. «Да, конечно, Большая Горьца – это мероприятие, можно сказать, планетарного характера. Приедут столько представителей, столько их государств. Соответственно, многие президенты приедут. И мы, как представляем, мы, можно сказать, лицо национальной гвардии. Это для нас очень большая гордость. Все солдаты гордятся, у всех глаза горят. Я думаю, очень все горды, что мы едем на это мероприятие». Кроме военнослужащих оперативного назначения, в поездку отправились специалисты-кинологи с обученными собаками. Они будут обследовать каждое помещение выставки, выискивая запрещенные предметы. А также командировано специальное подразделение «Беркут», которое всегда находится в боевой готовности. Каждый присутствующий пожелал сослуживцам достойно представлять столице славный шахтерский край. Ассель Сазамбаева, Жасло Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В честь праздника Дня защиты детей «Скиф» в Караганде представляет суперакции с 28 мая по 4 июня. Памперсы, одна упаковка, 3339 инге. Бисквит Барни 150 грамм, 399 инге. «Скиф» – просто сравни цены. Два пассажира погибли в дорожно-транспортном происшествии на трассе Караганда-Астана, в 20 километрах от поселка Осакаровка. По предварительной информации, водитель такси не справился с управлением и допустил столкновение с бетонным блоком. Два пассажира – женщина и ее 28-летний сын – погибли. По роковой случайности погибший молодой человек отправлялся на обследование перед операцией по пересадке почки. Водитель автомашины «Лада Калина» получил множественные травмы. С журналистами связался сын водителя – Александр. По его мнению, аварию спровоцировала черная автомашина. На этом участке дороги ведутся ремонтные работы, поэтому дорога сужается. Перед этими блоками на встречку оттуда вылетела машина черного цвета. Он говорит, я увидел это, ушел от столкновения в правую сторону, но цепанул бордюр и машина потащила. И он не справился с управлением и врезался в бетонные блоки эти. В настоящий момент 47-летний таксист вывезен из больницы и помещен в изолятор временного содержания. По факту ДТП со смертельным исходом проводится досудебное расследование. 23 мая 44-летний водитель автомашины «Тойота» Влада Карина следует направлению города Караганды. По предварительным данным, не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на металлическое ограждение. В результате дорожно-транспортного происшествия двое пассажиров данного автомашины от полученных травм скончались на месте. На сегодняшний день по данному факту назначены соответствующие экспертизы водитель данного автомашины в отворенную изолятор временного содержания. Проводится расследование. Также известно, что водитель хорошо знал погибших. Не раз он отвозил молодого человека на обследование в Караганду и Астану. В этот раз они ехали в Караганду на последнее обследование перед операцией по пересадке почки. Андрей Тенес, Ламбекус, Пан Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области полицейские консультировали водителей прямо на дороге. В нынешнем году маршрут республиканской акции проходит по всей территории области от Караганды до Приозерска. Маршрут выбран не случайно, заявляют в Департаменте внутренних дел. Через эти населенные пункты и города проходит трасса республиканского значения Алматы-Екатеринбург, на которой с начала года отмечается рост количества дорожно-транспортных происшествий. Небольшим концертом на центральной площади Балхаша начала свою работу в этом городе так называемая приемная на дороге. Во время встречи жители Балхаша интересовали разные вопросы. Здесь и работа ювенальной полиции, и участковых инспекторов, и дорожно-патрульной полиции. Горожан также волнуют вопросы борьбы с мелким хулиганством, алкоголизмом и обеспечением детской безопасности. В частности, об использовании детского автомобильного кресла. Понятно, что вы в такой ужин, каждый себе не можете позволить, но хотя бы какие-то держащие устройства, они все равно должны присоединиться максимально. В акции также приняли участие школьники из балхашских отрядов юных инспекторов дорожного движения. Своими выступлениями они призвали всех жителей города соблюдать правила дорожного движения. Завершающим пунктом акции приемной на дороге стал город Приозерск. Организаторы импровизированного автопробега отмечают, что маршрут от Караганды до Приозерска выбран не случайно. Через населенные пункты маршрута проходит республиканская трасса Екатеринбург-Алматы. С начала года здесь отмечается рост количества дорожно-транспортных происшествий. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Продолжаем выпуск. В настоящее время много людей страдает от проблем с позвоночником. На протяжении жизни их сопровождают такие болезни, как гипертония, остеохондроз, артрит, а также инсульты и невыносимые головные боли. Все эти заболевания возникают из-за смещения первого шейного позвонка под названием Атлант. Но сегодня проблема решаема. Центр здорового позвоночника Атлант помогает людям избавиться от недугов без оперативного вмешательства. 25 лет назад европейскими учеными был выявлен шокирующий факт. Как оказалось, у 98% людей первый шейный позвонок, который называется Атлант, смещен относительно затылочной кости черепа. Такое смещение Атланта становится причиной заболевания позвоночника. Дефект сопровождается многолетней болью и дискомфортом, а также нарушаются работы органов. Главный симптом, который преследует людей на протяжении жизни, это сильные головные боли, так как из-за смещения пережимаются артерии и сосуды, снабжающие кровью головной мозг. Ну, беспокоило головные боли, давление, головокружение. Меня заносило туда голову подниму, туда принесло, сюда, сюда. Я не могла голову, но меня заносило везде. Ну, инсультант знает, что такое. У меня были смещенные шейные позвонки. Головные боли в руках, мне с левой не так работало. Что у меня было? Легче сказать, чего у меня не было. А было все. И судороги вот в ногах, и не менее в пальцах. Все, и вот ночью сплю, не знаю, куда руку эту положить. Пальцы не имели, не знаю, что делать. Я пришла с очень сильной головной болью, очень частой. Также я вообще не могла поворачивать голову. У меня была проблема именно в левую сторону. Я вообще не могла ни наклонять, ни поворачивать. Вот это вот две основные проблемы мои были. Наиболее частые причины смещения Атланта – это акушерская травма при родах и кесарево сечения. Вот лишь небольшой список болезней, которые проявляются у людей. Это остеохондроз, ухудшение зрения, артрит, разная длина ног, а не менее конечностей, головные боли и мигрени, протрузии и грыжа позвоночника, сколиоз, инсульты и гипертония. В медицинском центре Атлант существует специальная профилактическая программа. Она позволяет определить и устранить, или же уменьшить смещение Атланта относительно черепа при помощи безопасной эффективной методики. Очень часто к нам обращаются с такой патологией, как головная боль, головокружение, боль в шее, не менее в руках, боль в грудном отделе, чаще всего это чувство хола между лопаток, боль в поясничном отделе, отдающая в правую либо левую ногу. И очень часто обращаются детки, у которых есть сколиоз, то есть сколиотические изменения, деформации в виде торчащих лопаток, разной высоты плеч. После процедуры необходим контрольный прием, который проводится не ранее, чем через месяц. Обычно пациенты отмечают улучшение качества жизни. Головные боли как бы прошли. Головокружение, что я когда ходила, меня качало. Сейчас я забыла про это, даже вот мне сейчас рассказали, я вспомнила, что это было. Вот один раз прошла, первый раз, меня не стало замысить. Я иду спокойно, я голову кручу, я иду прямо, у меня нет, а то я как пьяная была. Головные боли не такие, прошли. Рука начала работать, левая, то я его поднять не мог, а сейчас я подумаю, работает хорошо. Поворачивать голову сразу стало легче. То есть буквально через минуту, как прошла процедура, Патима Адмурадовна поворачивает мне голову, и она поворачивается. Это было очень приятно, скажем так, очень долгое время не могла, а тут вдруг. И головные боли очень уменьшились. Все желающие могут обратиться по адресу Ерубаева, 58, кабинет 4, или же записаться по телефону 8 708 436 52 0365 3 0. И еще об одном. Карагандинский городской Акимат сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ с 25 мая планируется перекрытие участка автодороги по 7 магистрали от переулка Стартовой до улицы Момышулы, бывшая взлетная полоса. Власти приносят извинения за причиненные неудобства. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Саугунгстар. Субтитры подогнал «Симон»